Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этот раз я вам расскажу про весьма необычный геймпад для многих, а именно про геймпад для файтингов, для консоли Xbox Series. И в часе этого разыграю Tekken 7 в моем инстаграме. Достаточно всего лишь подписаться на аккаунт, поставить лайк под это фото и под ним же отметить любого своего друга, ну а также ждать результатов. Поэтому, если хочешь поучаствовать, ссылочку на свой инстаграм я оставлю, как всегда, в закрепленном комментарии. Переходи и участвуй. Ну а давайте по делу. Сегодня мы распакуем данный геймпад, я вам немножко расскажу про него, зачем он нужен, что, как, почему, протестируем, ну а также просто сформируем о нем мнение. Короче, как всегда, все будет по делу. С вас лось, подписка на канал, ну а также забирайте подписку на Яндекс.Музыку, по моему промокоду для новых пользователей, который вам подарит целых 90 дней бесплатного пользования данной подпиской. Если что, туда же входит кинопоиск HD, скидка 10% на такси, ну а также прочие скидки на популярные сервисы Яндекс. В общем, ссылку на активацию я оставлю, как всегда, в закрепленном комментарии и давайте начнем. Начнем с того, что данный геймпад мне прислала компания Хори. Хочу сказать им большое спасибо за то, что они поддерживают мой канал такими вот ништяками, ну а также дают полную свободу в обзоре и мнении насчет их устройств. Данный геймпад называется Хори Файтинг Коммандер и, как вы уже заметили, он не похож на обычные геймпады. Поскольку он совершенно другой формы, ну и, наверное, самое для многих заметное, у него нету второго стика. Короче, голый вор, спакуем. Вот такой вот геймпад, если что он проводной, и в комплекте еще пару инструкций. Все, в комплекте больше ничего нет, ну и, в принципе, и не должно быть. Вот так вот геймпад выглядит внешне, лично он мне напоминает геймпад от Sega. Вот эти кнопки тоже капец как похожи на Sega, прям капец как. Они также чутка немного свободны, плюс такие же плоскенькие. Но это нужно, насколько я знаю, чтобы легче вам можно было делать камбухи. Тут у нас стик, крестовина, кстати, которая капец как похожа на Xbox 360 и также на Sega. Но знаете, по ощущениям, она тут более точечная. Насчет стика я заметил, что он тут ту же обычных и около него есть вот такие вот грани. На мой взгляд, именно для файтингов это удобное решение, поскольку в этом случае за счет этих же граней вы можете более точечно контролить те или иные движения. Сразу можем заметить привычные нам кнопки, разъем под гарнитуру. Кстати, удобная тема выкол вкл микрофон прямо на геймпаде. Также есть кнопка для настраивания профилей, но об этом чуть позже. И вроде ничего из особенностей тут больше нет. Кстати, данный геймпад, он чисто проводной, и это сделано для того, чтобы обеспечить высокоскоростной отвлек и стабильность работы. Данный геймпад, хоть и является простым геймпадом для файтингов, чисто домашний стайл, но несмотря на это, стабильность тут все-таки прежде всего. Что касаемо плоских кнопок. За счет такой вот плоской формы, ваш палец словно плывет по кнопкам, тем самым давая вам возможность быстрее перемещаться между кнопками, ну а также не задевать в случае чего не нужные. Кстати, отклик кнопок очень хороший и по звуку напоминает клик от мышки, зацените. Что касаемо расположения. Если я его беру как обычный геймпад, то лично я путаю кнопки, и у меня это происходит за счет привычки к старому обычному геймпаду, ибо у него вот эти вот кнопки A, B, Y, X как раз-таки должны находиться где-то вот в этой области. То есть, знаете, машинально, когда я беру этот геймпад, у меня просто большой палец кладется на кнопку B, хотя я думаю, что он на A. Напоминаю, что этот геймпад для файтингов, и в этом случае такое расположение всех этих кнопок действительно важно для тех, кто файтингом относится довольно серьезно. Да, есть для этого более специализированные геймпады, похожие капец как на часть игровых автоматов, но данный геймпад, он является скорее всего любительским, возможно даже каким-то олдовским по временам Сеги. Ибо опять же, держа такой геймпад, у меня лично возникает такое чувство. Если что, геймпад крайне легкий, я бы сказал, очень легкий, и скорее всего это из-за того, что тут нету вибрации и нету батареек. Геймпад также имеет два разъема, один вот такой вот, и переходник под привычный всеми нами на сегодняшний день USB. Если вдруг кто-то будет возмущаться, что ой, как же так, у этого геймпада даже нету второго стика и так далее, то хочу вам еще раз напомнить, этот геймпад специализированный. Этот геймпад не для всех, не для каждой игры, он чисто под файтинги, поэтому здесь второго стика и нету. Кстати, насчет профилей, у данного геймпада есть приложение от производителя, которое поможет вам перенастроить ваш геймпад, ну а также более гибко его настроить. Существует всего 4 профиля, их можно настроить как вам угодно, и с помощью вот этой вот кнопки на геймпаде вы их можете без проблем переключать. Что касаемо личного опыта, то хочу сказать, что я в мозгу пока не могу перенастроиться на то, что у меня здесь появилось 2 дополнительных кнопки. Да, я понимаю, что эти кнопки просто отсюда переехали сюда, но мне это пока неудобно и пока непонятно, да, я понимаю, что так играет в файтингах, но лично я к тому же не могу еще определить, на какой кнопке у меня находится палец, они вроде как все одинаковые, и на ощупь я не могу определить этого. Да, возможно это дело привычки, да, возможно дело времени, но вот я пока не могу, и возможно, чтобы приноровиться, мне нужно будет играть вот таким вот методом клоу, я видел, что тоже так играют. Но знаете, несмотря на это, самое офигенное применение данному геймпаду я нашел не в файтингах, а в играх с пиксельной графикой. И лично играя на этом геймпаде в какой-нибудь Cuphead, в Street of Rage или в новую игру под названием Space Jam, кстати, как забрать ее я записывал в сторис в инстаграм, это реально кайфово, поскольку по ощущению ты реально будто переносишься в прошлое и играешь на Sega. Я думаю, что если закачать эмулятор на Xbox, это вообще бомба будет. Короче, у кого была Sega, пацаны, с вас Лойс. Если обо всем этом делать какой-то вывод, то геймпад мишевой, то есть обычный пользователь без него обойдется без проблем. Но если вы там файтингмен и капец как любите файтинги, и хотели бы себе геймпад, который был бы сделан чисто для файтингов, и самое главное недорогое, то это в принципе как один из вариантов. На этом в принципе все, если вам понравился обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение в комментариях о данном геймпаде. И большое спасибо за просмотр, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!